Кумыс Мурундык празднует в Павлодаре. В эти минуты там идет массовая дегустация национального напитка. У подножия Дома Дружбы расположился импровизированный этно-аул, куда привезли кумыс со всей области и не только. Ночь корреспондент Ербол Абишев наблюдает за тем, как отмечает этот праздник. Ербол, приветствую. Скажи, пожалуйста, как кумыс, какой самый вкусный? Добрый день, Илья. Да, уже попробовал, правда, не все, что сюда привезли, поэтому сказать, какой вкусный кумыс я не могу. Пусть этой привилегией воспользуются участники мероприятия. Как видите, праздник только начался, и есть уверенность, что кумыс, который имеет 6000-летнюю историю, уж точно понравится приглашенным гостям. А в этом году они приехали издалека, из Казалардинской области, области Аба и Астаны. Организаторы говорят, нынче кумыс Мурундеку отличается, потому как празднуют его впервые перед Домом Дружбы. Разве это не символично? Предлагаю послушать комментарии организатора праздника. Ряд со мной находится Камбат Ильясовна. Скажите, пожалуйста, какую историю имеет празднование кумыс Мурундеку в Павлодаре? В Павлодарской области кумыс Мурундеку празднуется уже на протяжении 32 лет. Первым организатором этого праздника была председатель Лиги Женщин-Мусульманов Шахметова Зара Картеша. И мы продолжаем эту традицию вот уже на протяжении более 30 лет. Как вы видите, здесь у нас гости из разных регионов в этом году, и мы решили в этом году провести Камбат Ильясовна. На площадке Дома Дружбы. Этим праздником мы открываем летний фестиваль этнокультурных объединений, который мы обычно традиционно проводим в городском саду. Вот это начало нашего летнего этнофестиваля. Ну, спасибо большое. Мы знаем, что какой-то фестиваль, это очень красочное мероприятие, которое продолжается на протяжении нескольких месяцев. Поэтому желаю вам провести этот праздник достойно, на уровне, и желаю всего хорошего. А еще на праздник Камбат Мурундек пригласили ремесленников и народных умельцев. Вот какие необычные и очень удобные быту изделия ручной работы они представили на всеобщее обозрение. Говорят, их можно даже и купить, не пожалеешь. Настоящие шедевры рукотворного мастерства. Также я вижу довольно роскошные и очень красивые модели национальной одежды. Рукодельницы очень постарались и скоро они будут демонстрировать их собравшейся публике. Но вернемся к самому празднику. Отчасти его даже можно назвать благотворительным, потому как сегодня здесь накроют до Сархана разнообразными угощениями и бесплатно разолюют почти полтонны кумыса. Илья. Ербол, если можно, у меня пару уточнений. Сколько производит кумыса сейчас в Паладарской области и сколько вообще в регионе лошадей? Интересный вопрос, Илья. Точно назвать по голове лошади я не смогу, но насколько мне помнится, в привольных Паладарских сепях их посетится больше 250 тысяч. К тому же у нас в регионе имеется пять крупных конемольских хозяйств, которых доят кобыли молоко и занимаются производством кумыса. Последние годы этот вид древнего ремесла намадов еще и обретает популярность. Есть такие производители, которые поставили это дело на промышленную основу. И может быть, поэтому и особенно в это время, когда сезон только начинается, кумыс есть везде. Так что советую пить этот лечебно-профилактический напиток и наслаждаться его целебной силой. Илья. Рахмет Ербул, вижу, вы впечатлены прям праздником. Напомню, Ербул Абишев из Паладарской области.